всем привет с вами алекс и сайт rempc.by новый тест игры и на этот раз это final fantasy 16 вот только что вышло и конечно интересно на чем же это новинка хорошо работает и с приятной графикой а на чем вообще нет смысла запускать сейчас это все посмотрим и проверим ведь даже системные требования у игры подозрительно высоки видеокарта gtx 1070 в минималках и причем она указана для разрешения 720p в 30 fps ничего себе вот это они загнули сейчас будем разбираться плюс также важно понимать что final fantasy 16 ей защита динуву то есть на халявку и и ну никак вообще сейчас не скачать а цены на игры сами знаете какие высокие и один из вариантов поиграть подешевле на сайте динуву . нет это сервис оффлайн активации с помощью которого вы можете поиграть по все крутые новинки голты расширенные издания день в день по невысокой цене чтобы игры не копились огромным списком непройденного они мне тоже предоставляют игры на тест так что доверенные ребята поэтому если хотите играть в крутые новинки подешевле то сайт динуву . нет ссылка в описании и так давайте смотреть первый запуск само собой компиляция шейдеров у меня на райзен 7600 16 потоков было примерно 10 минут далее давайте то есть разом 7700 16 потоков жить их 1070 последний видеодрайвер 16 оперативной и нужно сказать здесь 7 стоит в минималках вы для 720 и якобы разрешение причем с фср я сразу же решил убрать фср то есть upscale чтобы пускай на минималках но посмотреть хотя бы четкую картинку и отчет отталкиваться на gtx 1070 и давайте посмотрим да кстати многие утругались что в роликах вот этих 30 fps сама та игра больше работает но роликах старые 30 fps и такой вот переход конечно нагружает глаза в итоге значит как обычно разработчики в начале делают какую-то сумасшедшую нагружающую пк сцену с просадками до 20 кадров хотя на самом деле все дальше будет чуть лучше хотя проблемы с оптимизацией конечно же есть но в итоге вот в начале без фср of на минималках gtx 1070 ну в таких 20-30 кадров вот мы можем видеть значит у нас разом 5600 минималка 16 оперативки gtx 1070 для 30 fps в 720 причем 170 гигабайт свободного места но рекомендуемые разом 75 716 оперативки и rtx 2080 или 6 700 xt но такие системки очень странные лучше отталкиваться того что сейчас будем видеть на экране потому что как видите тут странно чтобы gtx 1070 для 720 в итоге что я сделал значит побегал уже когда какие-то открытые пространства более-менее прошли какой-то пролог минимальная стройки фср 2 отключено фср 3 тут и один сейчас посмотрим но 30 40 кадров маловато маловато fps конечно же хотелось бы для такой динамичной экшена повыше 50 плюс 50 60 кадров поэтому сейчас нужно обязательно применять фср и тут все что есть все что разработчики предоставили потому что видим что уперлась в видеокарту сто процентов процессор плюс-минус простаивает в итоге зашел в настройки чтобы проверить начать проверять фср для начала тут кстати поставили даже фср 1 хорошо пускай но это самый первый фср он максимально мылит картинку и сейчас мы здесь это увидим даже когда на месте стоишь она там и лица то становится четкой то есть даже просто на месте стоишь не в движении не в динамике поэтому фср 1 не знаю для чего здесь это самая старая первая вот эта версия фср она очень сильно мылит картинку то есть ну пробуйте может кому-то и подойдет но лучше сразу перейти к фср 3 что я сделал пока стоял динамическое разрешение то есть пускай сама там подстраивается ps не будем пока там качество там все производительность посмотрим что просто фср выдаст вот здесь на 1070 и сразу получил таких 60-70 кадров на самом деле неплохо причем там еще есть ползунок резкости на 10 выставлен да и не сказать что картинка мутная какая-то и 67 кадров на самом деле на 1070 хотя разработчики в начале мне то выставили на видеокарту представьте игру за заходит а у него первая сцена лагает неизвестно как хотя если вот немножко хотя бы фср 3 подключить то уже все на 1070 в 60 70 кадров можно играть посмотрите было 60 70 и резко в ролике падение до 30 то есть вот этот вот переход такой доисторические в 30 кадров роликах напрягает немножко но раз такой высокий fps решила настройки графики на среднюю влупить ну все влупил так сказать можно даже что-то подобрать почти все там лупила сами ползунки текстуры и так далее и получил на средних настройках графики 50 60 кадров то есть на самом деле неплохо gtx 1070 на средних настройках графики 50 60 кадров но это здесь в замке потом дальше пойдет блин там просадки там ну до 20 30 бывает то есть тут по-разному странно очень оптимизация поиграть можно начиная уже с 1070 так дальше дать смотреть сменил видеокарту gtx 1060 опять компиляция шейдеров ну чуть больше 10 минут она шла нормально все запустилось все хорошо но вот на низких строках графики fsr 3 в качество 1060 ну таких 20 30 кадров причем очень странно местами ведь процессор под сотку бывает это возможно защита динува отправляет запросы как обычно поддалбливает процессор но на 1060 на минималках в сср 3 качества но это 20-30 кадров причем в каких-то локациях нормально в каких-то вот как здесь замок из но оптимизация крайне странная да не спорят 1060 якобы не подходит по мини балкам разработчик показали 1070 но там разница небольшая по большому счету ну не столь сверху же большая и поэтому странные такие вот перепады вот с производительностью то здесь в замке даже gtx 1060 ну вообще почти никак поставил в производительность чтобы посмотреть как повисится фпс ну на пяток добавилось и на 1060 в каких-то локациях очень вот нагружено тяжело и таких 25 30 кадров только можно получить в каких-то нормально поэтому можно поиграть на gtx 1060 но есть тут проблемы такие вот с просадками то есть как бы тут уж смотрите сами имейте ввиду дальше давайте смотреть gtx 1050 4 гигабайтная всего лишь не подходит по минималкам соответственно игра может и не запуститься но запустилась вполне себе резин 5 1400 проц вообще вот местами загружено очень сильно хотя в минималках резин 5 1600 тут небольшое отличие то есть проц в сотку что долбится это явно не за того что тут двух потоков не хватает с игрой есть какие-то проблемки может защита в этот момент что-то проверяет такие вот дела и получил на 1050 примерно таких тоже ну 15-20 местами может даже 30 доходить кадров это в fsr 3 производительность можно ультра еще производительность поставить картинка еще будет мутнее и фпс еще может немножечко поднимется но на 1050 почти неиграбельно опять же может кому-то и подойдет имейте ввиду запускается на такой системе но очень слабый фпс но в среднем на 20 кадров поэтому на 1050 и смотрите сами что да как на процессорах уровня fx 8300 тоже думаю нету смысла тут запускать потому что ну просто тоже очень серьезно местами поджираются далее давайте посмотрим rtx 3060 и что же она выдаст dss качество на высоких настройках и получились таких 40 среднем кадров но даже до 30 просадки бывают то есть даже rtx 3060 с dss в качество не может обеспечить стабильных 50 кадров секунду но тут понятное дело что с игрой какие-то все-таки проблемки есть местами вот 70 он поднимается а потом в боях то вплоть до 30 падает понятное дело что есть какие-то нюансы поэтому ну посмотрим надеюсь разработчики еще что-то подправит что-то улучшит что-то добавят так сказать потому что но в боях fps ну такое 30-40 и давайте сейчас посмотрим все таки какая видеокарта сможет вытащить вот игру на приемлемых 50-60 кадров в секунду и так давайте смотреть rtx 4070 full hd dss в качество и высокие настройки графики эта видеокарта может вытащить игру в 60 70 кадров то есть full hd да это видеокарты будет достаточно 60 70 кадров 80 местами даже в кладожди можно пробовать ну понятное дело что картинка немножко мутновато получилось поэтому dss по моему тоже достаточно ощутимо мылит картинку но в итоге смотрите сами такая вот оптимизация ждем возможно еще патчи апдейты какие-то пишите в комментариях что думаете по игре или какие-то ваши вопросы спасибо за просмотр до следующего ролика пока